С вами говорим о отношениях в контексте второго уровня ЦИГУМ Школы Лао Пай, как о внешнем проявлении твоего внутреннего эмоционального состояния. Например, на первом уровне мы с вами говорили, что одновременно с упражнениями, с помощью которых мы можем что-то в себе изменить, мы параллельно с этим изучаем определенные новые для себя парадигмы. Что такое парадигмы? Это некие фундаментальные концепции, фундаментальные теории, которые лежат в основе нашего мировоззрения. И как бы речь идет о том, что те действия, которые мы совершаем в жизни, то, как мы себя ведем с другими людьми, какие решения предпринимаем, какие выводы делаем и так далее, какие мысли у нас возникают в голове, какие эмоции и чувства мы испытываем. Все это исходит из нашего мировоззрения, из тех жизненных парадигм, жизненных установок, которые каким-то образом у нас сформировались. И практика медитации, она интересна тем, что она подходит фундаментально, вот в Школе Удао Пай, например, к этому процессу, к процессу изменений человека и предлагает поменять парадигмы определенные. То есть то, как ты раньше относился, измени на некий новый подход. Например, если конкретно, стандартный подход – это связывать свое внутреннее состояние с какими-то внешними обстоятельствами. То есть мы себе говорим, я злюсь, потому что вот этот козел, например, себя так ведет. Или я радуюсь, потому что такое солнце светит, так все хорошо и так далее. И так далее. То есть мы связываем с некими внешними обстоятельствами свои внутренние процессы. А практика медитации в Школе Удао Пай как бы говорит, когда мы разбираем процесс восприятия, как он происходит, мы говорим, что оказывается, наше настроение, наши эмоции основываются на оценках, которые мы создаем тем или иным обстоятельствам. То есть получается, что не обстоятельства нас напрягают или радуют, а мы сами себя напрягаем, злим, пугаем или радуем, делаем счастливыми и какие-то другие внутренние производим в себе процессы. То есть мы меняем парадигму. Что это значит? И вот теперь снова вернемся к всеми взаимоотношениями. Когда речь идет о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, как правило, мы продолжаем, если человек не знает о вот этой парадигме новой, он продолжает связывать свое внутреннее состояние с внешними обстоятельствами. Например, он говорит, что у нас соотношения не клеятся, потому что ты козел. А партнер, партнерша говорит, что нет, я себя плохо чувствую, потому что ты сволочь, например. Ну и так далее. И пошло взаимообвинение, и в результате отношения лучше не становятся, отношения разваливаются. Или в них постоянно происходят вот такие кризисы. А практика медитации предлагает с другой стороны посмотреть на этот процесс. Вот он конфликт, вот он кризис, но перестань искать внешние причины в другом человеке. Посмотри в этот момент вглубь себя и спроси, что тебя внутри не удовлетворяет. Откуда родилось это не удовлетворение? Ведь оно твое. Это твой внутренний процесс. Для начала разберись с ним. Начни с него. Да, конечно, в отношениях участвуют два человека, но примени ту парадигму, о которой ты узнал, что оказывается все процессы происходят благодаря твоим внутренним оценкам. Твои реакции это итог твоих внутренних оценок, а не того, какой человек оказался рядом с тобой напротив тебя. И это помогает по-другому относиться к процессу взаимоотношений и благодаря этому отношения становятся более осознанными и их легче сохранить. Потому что люди видят ценность в том, чтобы заниматься собой, становиться лучше внутренне, а не сваливать все грехи на другого человека. Или, например, то, что мы с вами обсудили про практику добродетеля. Вот этот первый пункт – позитивное восприятие. Ну, предположим, внутренние взаимоотношения. И предположим, в какой-то ситуации, во взаимоотношениях, в семье я не могу просто взять и понаблюдать какой-то процесс. Пока еще я не умею этого, хоть я и занимаюсь медитацией, но я пока еще не освоил. Эта мышца в моей психике еще не натренирована. Но теперь я знаю, что у меня же есть второстепенный инструмент – позитивное восприятие. Я могу посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Я могу попробовать увидеть в ней что-то хорошее, а что-то позитивное. Например, если в каком-то конфликте я изначально буду настроен на позитив, на решение этого конфликта, то итог разрешения этого конфликта произойдет гораздо быстрее, чем если я скажу – у нас ничего не получится, ты никчемный или ты никчемная, мы никогда не найдем общего языка. Что мы видим? Негативные тенденции. И действительно в такой ситуации конфликт либо дойдет до некоего коллапса, и все, и отношение разрушится, либо он затянется и может быть решится, но через какое-то длительное время. можно сделать гораздо лучше, если мы знаем о том, что, оказывается, все происходит из-за нашего восприятия бесконтрольного. Если я не могу наблюдать – окей, первое, что я узнал сейчас – как можно все-таки обезопасить себя от бесконтрольного оценочного восприятия, например, позитивное восприятие.